Дроздки были в ужасе. Это было похоже на монстра из голливудского фильма. Не каждый день дети сталкиваются с такой ужасной ситуацией. Тем не менее, это случилось с детьми, которые играли на улице в Канаде в один прекрасный теплый день, когда они увидели то, что требовало их немедленного вмешательства. Непонятное живое существо, по-видимому, было покрыто пеной, но оно могло с трудом передвигаться. Однако дети боялись худшего, что, возможно, животное, каким-то образом застрявшее в монтажной пене, могло умереть, если бы они оперативно не вызвали надлежащие органы по спасению животных, которые и сделали все, чтобы спасти жизнь животного. Но была проблема для группы добрых канадских подростков. Они любили животных, но понятия не имели, с каким существом они имеют здесь дело. Это могла быть как маленькая собака или кот, или это мог быть скунс, или зараженный бешенством енот, что представляло опасность для здоровья самих детей. Существо пряталось под машиной для своей защиты, но оно было явно в опасной ситуации. Именно тогда Джейден и Эйден сделали то, чего другие слишком боялись. Они опустились на руки и колени для более тщательного изучения того, что может быть под машиной. Подростки были в ужасе. Это было похоже на монстра из голливудского фильма. Но потом они увидели, что это не ужасное существо, а грустное животное, цепляющееся за жизнь изо всех сил. Они хотели помочь существу, которое было облито монтажной пеной, прежде чем оно высохло. Но они не знали, с чего начать, поскольку существо едва могло двигаться. Они пытались выманить животное из-под машины едой, это не сработало. Поэтому им пришлось все-таки залезть под машину и осторожно вытащить существо, из-под автомобиля. Тем временем Джейден нашел коробку. Они положили в него пенистое существо, а затем позвонили семье Эйдена, чтобы узнать, что им делать дальше. Поскольку мать Эйдена была такой же большой любительницей животных, как и ее сын, она наказала своему сыну срочно спешить с этим существом в клинику для животных. Она знала, что они попытаются спасти жизнь существа, не выставляя счет семьи. Вот так это животное оказалось под опекой добрых людей в Георгиевской ветеринарной клинике. Доктор Иган, ветеринар, приступил к работе. Она сообщила ребятам, что животное скончалось бы, если бы его не спасли подростки. Еще несколько часов в таком состоянии, и он не смог бы выжить. Доктор сделала животному успокаивающий укол, а затем начала поливать его спиртом, чтобы удалить пену с его меха. Это сработало. Наконец стало ясно, что это была не собака и не кошка, а белка. Это заняло около часа. На коже бедной белочки частями не осталось меха, и она была в ссадинах, но в итоге четвероногая выглядела не так уж и плохо, сказала доктор Иган. Когда белка проснулась, она была не очень подвижной и казалась очень уставшей. Поскольку животное было в приемлемой форме, после таких испытаний доктор Иган решила, что через несколько дней реабилитации в клинике белочка сможет набраться сил, и ее можно будет выпустить в природу. Огромное спасибо добрым мальчишкам, которые спасли живое существо. А что вы думаете об этой истории?